Две, говорит, он три. Саши, две. Тот, говорит, три. В общем, хочешь, не хочешь, но три. Одну, говорит, спрячь. Как они мне нравятся. Вот они, компании, ходят с утра. Да, я понимаю твое возмущение. Ну, какой же ты баба, молодой человек. Работать еще можешь. Баба уже пожилой должен быть. Мудрый человек. Буддийские монахи, когда Будда начинал свое учение, они ходили тихо, мирно со своими мисочками. Кто хочет, положат денежки или еду. Пуджа. Доброе утро. Сегодня 10 мая. Мы в Верхней Драмсале, в Мак-Лиот-Ганш. Вот сегодня будем решать, чем мы займемся. Сегодня что-то так много монахов. Или просто мы вышли в такое время, когда их много. Ой. Мы пока идем по направлению к храму Далай-Ламы. Утренний кофе иностранцев и местных. Мы уже дома попили свой кофе. Но это нам не мешает еще раз попить, еще раз попить. Стройка что-то стоит. Хотя среда. У нас кофточки похожи. Вот у него и у меня. Расцветка. Откуда музыка? А, вот дедушка играет на трубочке. А там, наверное, его внучка. Ой, да тут их целая семья. Мессер вывозит. Вот эти тарелочки. А, вот такая вот ваджра. Оружие. Красивые тарелки. Какой-то, говорят, сегодня фестиваль. Maybe, darling, full moon, you tell it will be great, full moon. Наверное, какой-то фестиваль в честь полнолуния. Ой, девочка тоже одета. Как взрослая в такое же платьишко. Тибетское. Национальное. Ой, какие тапочки. Маленькие, вот такие. Да, для декораций. Обычно в таких скоплениях предупреждают, чтобы аккуратно с карманами и кошельками. Иностранцы очень расслабляются, любят фотографировать, не следят за своими сумками. Саша и читает в газетах. Постоянно там полиция кого-то ловит. Доброе утро. Доброе. Боброе. Там переполнено. Да, жарко. Вот оттуда. Ой, соль. Ну, давай, садись, говорит. В саду. Переполнено. Чрезвычайно популярно, видимо, это кафе или время такое, что прямо съесть негде. О, господи, какая многодетная семья. Такие все ручки друг на дружке, как под копирку. Левая рука на левом плече друга. Вот так вот они идут паровозиком. Не, ну сегодня явно во дворце какой-то праздник. Что ж мы так поздно вышли-то? Народ идет нарядный. Он два заказал, а принесли один пока. Ну, я подожду. I wait for you. Страшно тут вот прямо почему-то. Вдруг, я захочу туда пись свалиться. Мариванна лист. Да почему же Мариванна-то? Говорит, это листик конопли, марихуаны. Нет. Это симпатичный, очень даже красивый листик. Хотя у конопли тоже красивый. Чего, Саши? Нарвоучает? Он спрашивает, откуда ты пришел? Целыми днями говорит, просишь деньги. Он говорит, я пришел с Пенджаба. Говорит, что в Пенджабе нет еды? Ну, Пенджаб один из самых богатых штатов. Вот, и ту работа. Весы купить и взвешивать смелых людей. Боже, какое чудо. Такие куклы. Куколки, куколки. В Японии, говорит, у его дочки тоже было похожее кимоно. Немножко похоже на такую же одежду. Я видела ее фотографии как раз вот в двухлетнем возрасте в кимоно. У него от японки жены дочка. Полтора года. Кому? Этой три с половиной. Два и половина. Такая маленькая, в зелененьком полтора года. Ох, красавица. Анна Пурна, корнящая, милостивая мать. Вот так и ходит эта целеустремленная семья. Не проехать. Вернее, не пройти. Сколько интересных лиц. Все. Абсолютно все интересные. Так, я потеряла своего, спину своего Саши. Так, так, так. Иностранка, монах, манка, да, да, ага, девушка вот эта вот большая, она иностранка. Есть очень редко, но есть здесь вот монахи, иностранцы. Он говорит, в Индии, если человек толстый, это знак богатства. Девушка, девушка-монашка была крупненькая. Спрашивает, почем. Вот американский доллар 63. Английский фунт 80, евро 68. Такой маленький монах. Такая у мужчины интересная национальная одежда, нарядная, которая. Вот, один рукав длинный, длинный до земли. Нарядная толпа. Полнолуния. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Намасте, Саня. Раджма. Моя любимая Раджма. Сегодня у них Раджма. И это здорово. Ага. Тут больше шедо. Шедо, да. Давай. Раджма. Красная посоль. Да, рикши заняты. Спасибо, Саня. Так, сейчас. Саши! Садись. Садись. Я вот свой шарфик положила. Вот она вся большая семья. Мы уже их знаем почти всех. Господи, от мала до велика. А мал ты какой маленький. Самый последний-то новый. Обновка. Смотрят. Привет. Привет, привет. Зубы белые. Ой, волосы густые. Зубы белые. Поздоровалась со мной за ручку. Саша им заказал одну тарелку. Я не знала, что они еды хотят. Еду закажу. Очень хорошо. Саша им всем еды заказал. Деньги давать не будем, а покормить чушь не покормить. Да, при попарке, но пробуем. Дадим до сих. Ну, на пепсе они уже заработали. Чуть-чуть мне не хватило овощей. Потому что он тут дает же две лепешки. Он девчонкам уже готова подноситься, да? Которые готовы? Нет. Готовят. Ну вот. Большая семья. Это все твои дети? Дети, твои? А нет, наверное, ее. Ты мама? Она мама. И все, сколько же детей-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Nine children. Ну все, ладно, счастливо. Все, пока. Молодец. Ой, какой красивый наряд. Длинный-длинный рукав. Хорошо, сегодня пасмурно. Нет, нет, это не пасмурно. Это не пасмурно. Мы не можем видеть только компьютер. Это правильный компьютер. Такси из Дели. Деликий номер. Мне ужасно неудобно. Я вообще не поняла, что за праздник сегодня. Я знала, что полнолуние. Я знала, что какой-то большой-большой буддистский праздник. Но сегодня оказывается Будда Пурнима. Будда. Пурнима – это полнолуние. И Будда родился не в какой-то определенный день. Его празднуют не какого-то числа, как вот Рождество, а в полнолуние. Он родился в это полнолуние, он умер в это полнолуние, и он получил просветление в это же полнолуние. Поэтому, конечно, этот праздник для буддистов великий, просто великий. Вон, что он с ковриком делает. Упс! Вот это мастер. Вот что это? Как это так? How he do it? Просто стоит, друзей, ждет. Молодец! Обезьянки! Банану украли. Стив банана. He needs eating. Half-tiegel find food for you. Oh, namaste. Namaste. Welcome, welcome. Thank you. Oh, wait one moment. Четверо. Их там четверо помещалось. Монашек. Хотя они не сильно худые были. Да, да. А у нас очень простой ужин. Вчера мы так просто поужинали. Молока. Вон, чай с молоком, а я просто стакан молока. Немножко вот такого вот сушеного хлеба. Праск. И все. Сегодня говорит, давай опять так поужинаем. Как бы есть особо не хочется. Вот жизнь. Royal life. Королевская жизнь. Забыла, что он хочет-то. Саша опять за газетой. Хотя вечер, но он говорит в интернете очень медленные новости. Такой медленный интернет, что лучше в газетах, говорит, читать. Ой. Ну, все. Хорошего дня. Утро, вечера. Хорошего здоровья. О, куда-то уезжают. Сейчас посмотрю по номерам. Пенджаб. Пенджаб. Автобус едет в Пенджаб. О, куда-то уезжают. О, куда-то уезжают. О, куда-то уезжают. О, куда-то уезжают.